За одну ночь Карата Ренбаев из успешного фермера превратился в разорившегося предпринимателя. Неизвестные увели у него сразу весь табун – 18 лошадей. В хозяйстве остался только один теленок. Мы, семеро братьев, разводили лошадей, занимались исключительно коневодством. На это содержали наши семьи. И вот в преддверии зимы мы, можно сказать, остались без хлеба. Сегодня Карата опасается за здоровье родителей. Узнав о постигшем семью несчастье, пожилые отец и мать тяжело переживают случившееся. У Аксакала резко ухудшилось и без того слабое здоровье. Он еле держится на ногах. С подобным селем Абай Тюлькубасского района пришлось столкнуться практически всем. За три месяца в поселке пропало более ста голов лошадей. Во меня украли 15 лошадей. Больше ничего не осталось, кроме жены. Боюсь, что ее украдут. Страх у фермеров вызывает и бездействие правоохранительных органов. Полиция приходит, регистрирует, но больше ничего не делает. В РОВД говорят, что будем искать только тех лошадей, которых украли из кошар. А на пастбищах сами охраняйте свой скот. Но ни одного вора еще не поймали. Ни одну украденную лошадь не нашли. Полицейские на претензии сельских жителей реагируют критично. Мы принимаем меры. Создано несколько групп. Просто у многих потерпевших нет документов на скот. Это создает дополнительные трудности. Потеряв всякую надежду, сельчане организовали собственное расследование. Почти ежедневно они обследуют скотные рынки в Шимкенте, Туркестане и Таразе. Только результатов пока нет. По всей видимости, барымтачи сразу разделывают добычу. Узнать в таком виде свою лошадь не под силу ни одному фермеру.